друзья новые эпопеи у меня с керамическими китайскими нагревателями вот то одно то другое то у меня от одного производителя если помните цоколь прокручивался отваливался то теперь вот от другого производителя этот нагреватель такой вот происходит не знаю вот видно вам нет вот этот вот контакт который припой да и себя представляет припой оловянный он стекает просто-напросто от перегрева вот здесь вот вовнутрь стек вообще то есть остается торчащим вот контакт посередине и все припаять обратно проблематично но возможно у меня кислоты нет так что ну надо помучаться короче говоря но можно припаять вот причина какая но не знаю может быть это качество такого это устройство этот девайс либо причина вот в этих керамических патронах перегрев идет какой-то сильный но не знаю в общем сто процентов не могу сказать здесь такие контакты хлипкие подпружиненные но совсем тоненькие и общем греется он здорово и как вариант я сейчас вот делаю им замену вот такие текстолитовые дорогие купил в обе вот эти патроны там по почти 100 рублей они так чтобы вы понимали там какой-то похуже качеством будет стоить там в районе 39 рублей вот по 100 рублей взял вроде так они сделаны довольно таки качественно попробую в них контакты здесь толстые более надежные на мой взгляд вот что еще ну в общем посмотрим как они будут в этих патронах себя вести но проблема вот такая есть они рассказываю выкрутил я 3 нагреватель и он оказался в таком же состоянии как предыдущие поставил смотрите новый для сравнения вот так он выглядел вот такая пайка вот такой вот новенький патрончик не вот где-то он с весны у меня работает вот этот нагреватель видите здесь вот торчит кончик нагревательного элемента припой куда-то делся видимо стек вовнутрь и на патроне аж смотрите две дырки прогорел каким-то образом не знаю каким так что такие вот пироги но если глобально то конечно функция своей лампы это выполняет нагреватель инфракрасный довольно таки хорошо вот единственно что такие вот недостатки проявляются периодически эксплуатации но что делать но по-любому нравится нам не больше чем вот эта лампа красная вот она так не взрывается по крайней мере как вот это при повышенной влажности ну в общем будем использовать и дальше но вот приходится периодически так вот ремонтировать их и и а и и Продолжение следует... В этот раз мне довольно-таки просто удалось отремонтировать эти нагреватели. В прошлый раз я замучился паять, пока не взял таблетку аспирина, у меня ничего не получалось. Паяльной кислоты у меня не было. Ну все, посмотрим, и как это будет все работать вот в таком патроне. Если будут сложности и проблемы, я вернусь к этому вопросу и расскажу. Надеюсь, что проблема была вот в этом патроне, просто перегрев шел. Понаблюдаем, короче говоря. Спасибо за внимание, надеюсь ролик был вам полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Всем спасибо, всем пока.